Это красивое и неприхотливое растение многие называют газоном для ленивых. Если вы хотите вырастить целые поляны из фиолетово-синих цветов, эффектное плотное покрытие или задекорировать самые разные участки в саду, посадите многолетник под названием Мазус. Об этом невероятно красивом и неприхотливом растении я узнала несколько лет назад, но только сейчас поняла всю его ценность для садоводов. Данный почвопокровник родом из Гималая, но уже довольно широко культивируется по всему миру. Мазус – это отличный помощник в саду. Его посадками можно заменить мучу. Плотное покрытие этого низкорослого почвопокровника не даст возможности насеиваться сорнякам. Мазус красиво задекорирует оголенные места. К тому же это растение – отличная замена сложному в уходе газону. Если у вас нет времени ухаживать за газонной травой, постоянно ее косить, поливать и удобрять, обратите внимание на этот неприхотливый почвопокровник. Главное преимущество Мазуса в том, что он отлично и довольно быстро разрастается, образуя плотный ковер из зелени и мелких цветов. Где бы вы не высадили его, даже маленькие деленки, в полутени или на открытом солнце, уже через полгода они разрастутся в густой и упругий ковер. Высота кустиков Мазуса до 5-8 см. По такому покрытию очень приятно ходить босиком. Данный почвопокровник хорошо разрастается благодаря своим длинным плетущимся стеблям. Он образует настолько плотную дернину, что сорнякам там уже делать будет нечего. Конечно, при условии, если вы перед посадкой подготовите участок заранее, перекопав и удалив основную часть корней сорных растений. Многие поступают еще проще. Они обрабатывают кром за несколько недель до посадки гербицидами, затем перекапывают, удаляя из почвы все лишнее. Что приятно, в отличие от газонной травы, Мазус не требовательен к влаге и регулярным поливом. Однако в жаркие и засушливые периоды поливать такой коврик понадобится. Зато он точно не потребует кошения и периодического внесения удобрений. Если вы хотите увидеть обилие его очаровательных цветов, то одного внесения подкормок в начале весны будет вполне достаточно. Таким образом, со временем можно вырастить цветущий газон для ленивых. Самый чудесный период наступает с июня, когда Мазус сплошь покрывается необычными по форме миниатюрными цветочками. Их вид чем-то напоминает миниатюрные орхидеи. Цветов бывает так много, что за ними не видно даже листвы. В это время зеленый ковер превращается в цветущую поляну. Цветочки могут быть лиловыми, голубовато-фиолетовыми, урпурно-синими или белыми, в зависимости от сорта. Цветет Мазус не только красиво и обильно, но и долго, до самой осени. Мелкая листва Мазуса сохраняет свой вид в течение всего года. Это вечно зеленый почвопокровник, который уходит в зиму с листвой. Он достаточно хорошо зимует в климатических зонах с пятой по восьмую. Выносит морозы до минус 28-30 градусов. В более холодных регионах может подмерзать, поэтому в таких садах его лучше с осени укрывать. Но даже пострадавшие от мороза побеги весной хорошо восстанавливаются. Растение очень неприхотливое, хотя предпочитает расти в умеренно плодородной земле, с нейтральной реакцией и дренажом. Застой влаги этот почвопокровник не любит. Но и длительная засуха без полива, особенно в период цветения, Мазусу не понравится. В глухой тени и в сухой земле множество цветов вы не дождетесь. С помощью этого эффектного почвопокровника можно украсить самые разные места в саду. Он задекорирует участки под кронами кустарников и деревьев. Красиво будет смотреться на альпийской горке и в каменистых садах. Посадками Мазуса можно заполнить швы между камнями и плитками садовых дорожек, а также создать легкий в уходе цветущий газон. За свои качества стремительно разрастаться, это почвопокровное растение некоторые причисляют к агрессорам. На самом деле, такие многолетники, как Мазус, очень легко контролировать. У него поверхностная корневая система. Все корешки находятся в верхних слоях почвы. Если вы не желаете, чтобы Мазус хаотично разрастался, оградите его вкопанным в землю ограничителем. К тому же его поросль легко пропалывается, она выдергивается без труда. Размножается Мазус укоренением побегов и семенами. Просто отделите небольшую часть с корешками и посадите в нужном вам месте. Семена Мазуса высевают непосредственно в сад, сразу в открытый грунт, в конце весны. Делить данный почвопокровник лучше весной или осенью. Деленки высаживают на расстоянии 50 см друг от друга. Побеги Мазуса быстро укореняются и хорошо идут в рост. После посадки растение понадобится вовремя поливать. Но следите за тем, чтобы в этих местах не было застоя воды. Иначе корешки Мазуса станут подгнивать. Не стоит его также высаживать в низинах и в тяжелый глинистый грунт. Именно от переизбытка влаги в холодное время года растение может погибнуть. Мазус – это хорошее решение замены газонной травы. Из него легко вырастить красивое плотное покрытие, по которому можно даже ходить. Поросли Мазуса также декорируют расщелины каменных стен. Данный почвопокровник послужит отличной заменой обычной мульчей. Если вы хотите за короткие сроки вырастить красивую цветущую поляну, усеянную множеством необычных цветочков, обратите внимание на этот неприхотливый многолетник. Посоветуйте, какие еще быстрорастущие почвопокровники могут за короткие сроки украсить сад. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы в будущем не пропускать выход наших новых роликов. А если это видео было для вас интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале! Субтитры создавал DimaTorzok